Сочинское управление по образованию с департаментом образования Москвы работает с 2016 года. В рамках реализации проектов «Эффективный руководитель» и «Современный заместитель» руководитель образовательного учреждения. Повышение квалификации в Москве прошли порядка 50 сочинских специалистов. Визит москвичей – ответный. Для них провели экскурсии по местным школам, сочинские педагоги поделились с коллегами лучшими практиками. А вот опыт московской школы уже реализуется в 9-й гимназии курорта. Если говорить, что мы привезли из Москвы, то мы привезли и уже реализуем у себя это стратовое обучение в 5-х классах в нашей гимназии. Это когда дети не расходятся по классам, а расходятся по группам на одном уроке. То есть 5 классов, 5 групп. Сохраняем класс, но на предмет русский язык и математика мы делаем выбор детей на 5 групп. Темпы урока абсолютно разные. То есть если учитель работает с более мотивированным ребенком, конечно, он может дать этому ребенку намного больше. Московские учителя выделили для себя сразу несколько сочинских практик. Гостей заинтересовали проекты профориентационного образования Сочи. Отметили и уровень музейной педагогики. Делегация побывала в 65-й Краснополянской школе и 100-й школе в Веселом. Изучили гости и педагогические находки учителей 9-й, 6-й, 1-й гимназии. Сегодня подвели итоги. По инициативе Московского департамента образования, директор столичной школы и начальник управления по образованию и науке Сочи подписали договор о сотрудничестве. Образование в городе Сочи поставлено на очень высокий уровень. Мы понимаем, что некоторые моменты мы точно возьмем на вооружение и будем применять в своей работе. Впереди еще есть весенние каникулы и мы приедем уже с командой не только педагогов, но с нашими школьными командами, а значит и с ребятами, и с родителями, для того, чтобы два города, Москва и Сочи, стали немножко ближе друг к другу. Обмен опытом и знаниями – это лучший способ обучения, уверены специалисты. Коллеги заинтересовались нашей работой и нашли для себя точки роста в том числе. Нам очень приятно, это Ирина Анатольевна говорила, что Москва – голова, а сердце – это Сочи. В нашей стране приятно это слышать, но голова и сердце должны работать в едином режиме. Так как департамент образования Москвы работает с руководителями, ну я имею в виду управленческие какие-то аспекты, да, ну, наверное, в нашей стране не работает никто. Здорово, надо поучиться, и вот это для нас точка роста, для управления по образованию и науке. В итоге решено. Сотрудничать будут не только педагоги. В дальнейшем представители двух департаментов решили организовать и обмен школьниками. Но все же главная цель партнерства – это повышение качества образования, отметили педагоги. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.